Доброго времени суток, друзья! Я вновь в гостях у доктора Ведова, знаменитого доктора Ведова. Мы пьем замечательный зеленый чай и продолжаем беседовать на наиболее важные вопросы нашей жизни. Добрый день! Сегодня мы поговорим на тему о трансформации судьбы принципов успешности. Как говорится, тема очень важная, мне очень нравится, что в нашу современную эпоху больше и больше людей начинают задумываться о том, что наша судьба, возможно, частично, возможно, полностью находится в наших руках, просто если мы правильно мыслим и правильно действуем по определенным законам, законам успешности. Для этого вначале их нужно, конечно же, знать. Итак, мой сегодняшний вопрос к вам о том, каковы же действительно эффективные принципы или законы успешности социальной. В прошлом году я открыл клинику 4 года назад, и в прошлом году я стал задумываться о том, как продвинуть клинику, сеть клиник открыть, и почему идет так медленно социальная работа. Я до этого не занимался практически, не бизнесом, не был в социуме, и как бы социальных законов так глубоко не знал, допустим, как там духовных, психических. И я решил на эту тему то, что не знаешь, что и начинаешь об этом думать, и начинаешь рассказывать. Я даже решил провести серию семинаров на тему успешности. В течение месяца я размышлял, составлял определенные законы, алгоритмы, и вывел для себя 21 закон с огромным количеством подпунктов, как быть успешным не только в социуме. Это касается и духовной, и психической, ну то есть всех сфер нашей жизни. Первое, что в законе успеха, это наше предназначение. То есть, по идее, наше предназначение мы должны уже определить в детском возрасте, в 3-5 лет, чтобы наша жизнь, она имела определенную линию, она могла быть, может, извилистой, но она не должна быть вот такой вообще в сторону. Потому что мы рождаемся с определенными способностями. У каждого человека есть определенное предназначение. У некоторых огромное количество способностей. Я, когда определяю предназначение по пульсу, это одна из моих практик. Я обычно говорю, что у человека есть способности, хобби, допустим, к танцам, к музыке, к философской жизни. Но по жизни, допустим, он будет, к примеру, врачом или ученым. Потому что только в этом он будет счастлив. Для него работы не будет от слова раб. Он будет заниматься по 12-14 часов любимым делом. Будет говорить, боже мой, как мне не хватает времени. То есть, работать нужно так, чтобы это было ярко, красиво. Если мы определили предназначение, мы занимаемся другими вещами, хобби, которые не должны стать на первую линию нашей жизни. Потому что, как правило, если мы занимаемся хобби, как работаем, мы в конце концов бросаем, потом второй раз, третий. И к 50 годам мы оказываемся с огромным количеством интересов, хобби, но ни с чем. Ну, как я говорю иногда, что мы начали в 20 лет нашу жизнь, там 45 тысяч в месяц. Ну, в Москве, там, в других регионах меньше. И в 50 лет это будет то же самое. Конечно, это провал по жизни, потому что человек, он должен в любом случае стать хорошим профессионалом. Но вот первое, считаю, что нам в жизни нужно, с одной стороны, мы определили наше предназначение. Любимое дело, которым мы занимаемся, оно должно, конечно, быть успешным. Оно должно быть успешным. То есть, мы должны не параллельно нашему пути идти, нашему предназначению, хотя бы немножко, чуть вперед и вверх. Это закон, опять же, времени и закон планирования. Я назвал это закон ситуации. В чем он заключается? Допустим, нам, ну, к примеру, 50 лет, и мы определили, допустим, какой-то план работы. Мы нашли наше предназначение, и мы просматриваем 5 лет назад и 5 лет вперед. Мы примерно выстраиваем план. Это очень сложно, но пока это очень абстрактно. Соответственно, если мы работаем каждый день вот с этим законом ситуации, мы просматриваем каждый вечер, весь день, как он прошел, как мы себя вели, как надо было вести, и просматриваем завтрашний день, как мы будем, как пройдет день, как мы будем себя вести, и как оптимально провести этот день. Потом мы каждый час просматриваем, каждый день просматриваем. В результате вот такого просмотра у нас возникнет чувство. То есть мы выйдем нашим подсознанием, нашей психикой, на энергию пространственного времени, не количественного. И мы точно будем чувствовать, что да, 2 часа назад мы не так себя повели, мы понервничали, мы обидели людей, мы неправильно совершили действия. Мы нарушили другой закон успешности, закон безупречности. Это отдельных там 15 подпунктов. То есть нужно быть во всем безупречным, и даже безупречным быть в законе ситуации. Так вот, я считаю, что закон ситуации — это абсолютно реальное вхождение вот этот в социальный энергетический мир, в котором мы чувствуем сразу прошлое, настоящее и будущее. И если мы видим будущее, допустим, даже на одни сутки вперёд, и мы чувствуем, что наша завтрашняя встреча, сделка или практика, оно пройдёт не так, мы уже совершенно спокойно можем изменить ситуацию. Мы можем заняться духовной практикой, помолиться. Мы можем изменить ситуацию, передвинуть ситуацию, пригласить других людей. И обыграть её так, что завтрашняя встреча пройдёт так, как нам нужно. Так вот, вот это ощущение ситуативности, энергетической, психической — это самый важный момент. То есть мы должны тренировать наше сознание. Все вот эти правила или законы, 21 закон, они все построены на работе сознания. То есть это не ментальное, не придуманное, потому что, ну вот как мне нравится Сталин, он в своих книгах как раз описывал вот эти пятилетки как планирование. У него, конечно, была гениальная, это вообще был гениальный человек, гениальная интуиция. И он просто как стратег, он говорил, нужно вот это. И люди, если они не выполняли, там мог быть расстрел, они, конечно, всё делали. И я думаю, конечно, он многое чувствовал. Так вот, мы должны чувствовать вот это планирование на день, на месяц, на год. И если только один вот этот закон мы отработаем, чувство вот этой энергии, потока, ситуации, мы уже не будем их проигрывать. Вот очень интересный, достаточно важный вопрос. Вы упомянули о интуиции, о чувствовании. На самом деле, наверное, ну, в данном случае я даже хотел бы задать вопрос, а они, может быть, сейчас даже не высказывают свою точку зрения, что вот где эта грань между рациональным мышлением, логическим и интуитивным ощущением? Это нужно соединять вместе в этих методах? Потому что очень много такого ощущения, что в ваших методах, о которых мы сейчас говорим, основаны на ощущении интуитивном. Конечно, у нас должно быть образование хорошее, у нас должно быть знание, потому что интуиция основывается всё равно на знании. Очень сложно, допустим, создать что-то новое, вообще не обладая никаким знанием. Поэтому, конечно, должен быть определённый пласт знания, должен быть пласт знаний рационального мышления. Но всегда есть опасность жить в выдуманном мире. Ну, допустим, физика. Вот мы все знаем все основные законы физики, мы в школе проходили, в физике глубину это изучают. Пять лет назад я решил создать аппарат, который бы работал от мысли. Я его создал, он реально работает, то есть он может запоминать, чувствовать вибрации. И мы мысленно, допустим, создаём определённые эталоны, которые запечатываются в металл. Мы даём вибрацию, и мы нашу, допустим, эмоцию, нашу мысль можем в сто, в тысячу раз увеличить. Вот это как бы реальная вещь нашей мысли. Так вот, самая главная опасность — это не жить в выдуманном мире. Так вот, когда я начал, прежде чем создавать аппарат, я купил кучу учебников. Физика — это не мой самый лучший предмет, который я знал в школе. И я стал, уже будучи взрослым человеком, очень подробно изучать. Я что обнаружил? В физике нет никакой лодики. Там всё нужно зазубривать. И после примерно месяца вот этих мучений я просто понял, что абсолютно суббурная наука, она обманная наука, потому что человек, допустим, заканчивает курс в школе, потом вступает в университет, он зубрит. В результате он, допустим, изучает там основных 40-50-100 положений физики, и он только на них выстраивает все будущие свои, допустим, открытия. Вот чем отличался, допустим, Тесла, что он вообще не основывался на данную базу знаний, потому что она абсолютно неправильная, она выдуманная, поэтому он мог заглянуть на 100-200 лет вперёд. Так вот, здесь, с одной стороны, вот эта база рациональная, она не должна никогда нарушать нашу интуитивную часть, потому что наша интуиция, она абсолютно безгранична, мы можем выходить на разные пласты и получать информацию абсолютно не касаясь лодики и данного знания, но вот это рациональное знание, оно нас тормозит. И вот, скажем, если по успешности мы открываем книги, вот Карнеди, допустим, закон о успешности, это всё внешнее, ты улыбайся, ты говори больше имя человека, чтобы ему было приятно. И это все внешние законы. Не работает сознание. В каждом моменте должно включаться сознание, интуиция, психика, человек должен развиваться. И из этого вытекает, если мы таким образом работаем с сознанием, то даже самая какая-то, нам кажется, ни к чем на социальная работа, она может превратиться в красивое такое совершенствование психики, когда человек может просто тренировать и зайти в такие глубины нашей психики, нашей реализации и задействовать вот те неактивированные нейронные связи, которые у нас вот неактивированных, я уже говорил, 99%, в самой простой вот бытовой социальной работе. То есть всё время нужно работать с сознанием. То есть это вот закон ситуации один, вот мы затронули, но второй закон безупречности. Если будем мы не безупречны, будем себя обманывать и нарушать ряд вещей и не включать, скажем, этот закон в ситуации, мы уже будем жить в выдуманном мире. Ну, как, впрочем, большинство из нас и живёт. Ну что ж, мы только пристроили, только дотронулись буквально до, так сказать, огромного объёма информации. И огромное спасибо за то, что вы нашли время встретиться и поделиться с нашими зрителями. Только лишь чуть-чуть буквально приоткрыли. Это огромный-огромный объём очень полезной практической информации о том, как можно работать с обстоятельствами жизни. На самом деле, величайший шедевр в жизни каждого человека – это ваша жизнь, ваша судьба. И мне очень кажется важно, что начало всего – это действительно предназначение, потому что всё остальное вытекает из ваших талантов, вашего творчества. Всё остальное вы сможете построить правильно. Если мы вычеркнем этот первый фундаментальный принцип понимания своего предназначения, то всё остальное, в общем, по сути, нет смысла. Непонятно, куда двигаться. Ну и, как всегда, в конце видео я прошу вас сказать о том, как можно найти вашу клинику. Лучше всего найти в интернете сайт по-английски www.vedov.ru или просто набрать «Доктор Ведов» в Инстаграме, в Фейсбуке и другие сети. Там сразу же можно за считанные секунды нас найти. Да. Итак, самое главное в интернете знать правильные ключевые слова. В данном случае это «Доктор Ведов». И там информация и на тему диагностика, омоложения, лечения. Многие-многие именно вещи связаны со здоровьем. А также там же, так сказать, на сайте можно найти информацию, в любом случае списаться и так далее, да, по программам, связанным уже с предназначением, успешность, работой с судьбой. Ну что ж, я еще раз благодарю вас за такую интересную беседу. И до следующих встреч, друзья. Все, спасибо. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо. Спасибо.